Старшини советов депутатов базового Узроню ознайомилися с практикой реализации мясовых инициатив. У якости прикладу для выучения брали Шачирский район, где за три года с допомогой международных грантов реализовали 9 проектов. Хоть, как переконались наши корреспонденты, только замежной финансовой допомогой для достигнения запланованного тут вы решили не обмежеваться. По колькости насильництва Шачирский район не самый великий, але на жадание людей зарабить свое життя лепш, гэты факт, здаецца, значного вплыву не оказал. Во всяляким разе, аж на початку 2000-х тут примали активный удел у реализации международных проектов КОР. Ураевы конками перакананы, минавито отриманы тады в опыт допомог жихарам района выиграть гранты. Были проекты малые на базе сельских школ. В одной школе выращивали вешенки на то время. В одной из школ была реконструкция плодово-ягодного сада. Люди ухаживали, получали продукты, скажем так. В одной из школ был создан уголок радиационной безопасности. Это началось все довольно-таки давно. Для Чачирского территориального центра социального обслугового ненасильництва 2017-й стал годом реализации одразу некольких проектов с уделом замежного капитала. Спочатку с допомогой итальянских партнеров открыли тренажерную залу для пожилых людей. Потом выиграли грант по представленной инициативе «Допомога у кожный дом». За отриманные сродки набыли автомобили, музычную аппаратуру и запотребованы у сельской мясовости господарший инвентар. После чего начали выезжать у 23 отдаленные вёски с невеликой колькостью насильництва. Для реализации наших задумок было создано три бригады. Это мобильная бригада для оказания социально-бытовых услуг, это информационная бригада и волонтеры. Сирот самых вядомых из запотребованных мясцовых инициатив, які реализованы у Чачирским районе – музей хлеба у агрогородку Батвиново. Як и попередний проект, он финансовался Евросоюзом у рамках программы Организации объединенных наций садейничания разведцю на мясцовом узровне у Республицы Беларусь. По великим рахункам музей с такой назвой у вёсцы был открытый еще в 2014-м, але тады он займал два невеликые покои у мясцовым культурно-спортывным центры. Тяпер гэта по сутности новая установа. Приобрели и аппаратуру музыкальную, и костюмы, все то необходимое, что нам датычатся працы нашей. Зробили рамонту помешканних, открыли новых восемь покоев, где располагается выставка хлебов наших чудовных, и какие простосованы для экспонатов для наших, что датычатся посеву хлеба, для их уборки. Хоть особливость Чачерского района не только у великой колькости проектов, які реализованы с допомогой замежных грантов. У агрогородку Залессе працуют одразу два музеи, створенные на сродке мясцового киноконцертного центра. Музей пасхального яйка – великодный суд, яго открыли пять годов тому. За минулый час нават легенду придумали. Калі докрануться до некоторых экспонатов, здесь сняется любое жаданье. Людям заусёды хочацца верыць указку, а тому проблем знаведвальниками няма. Темболь, што побачь знаходяцца царства Бабы Яги. Гэты проект реализовали летось. По великим рахунку Баба Яга – рекламный трук, але дейничая без адмовна. Практично усе перадновогодние мероприемства, які будуть тут проводяться, уже забронированные. Подводящи выники, удельники семинару робят однозначный вывод. Калі проявляць инициативу, можна шмат шагу досягнуць. В опыц Чачерского района гэтамо реальнае подтвержанне. Скорее, не могут рекламировать себя. В каждом районе есть что-то уникальное. Я сама выезжаю в регион и для себя открывала новую Гомельщину. Хотя, вы знаете, что по своей работе я всегда выезжала, но немножко с другой спецификой. Но вот с этой точки зрения инициатив, я считаю, что у нас их много. И мы стараемся сегодня их позиционировать. Всё равно всё зависит от человека.